Добрый, добрый, добрый день, добрый, добрый вечер, с вами Вивьина. Спасибо вам большое за подписки, за комментарии, за то, что вы очень активны в группе Телеграм, заходите туда. За то, что вы активна и вам нравятся мои расклады личные, пожалуйста, пишите в Вайбер, Ватсап, Телеграм, плюс потом все цифры, пишите, заказывайте, все виды, как оплатить, все написано. А здесь для всего, для общего обозрения, для общего. А также я буду проводить чистки, чистки онлайн. И эти чистки онлайн я буду проводить, набирать как бы группу, это будет достаточно очень, цена такая низкая. И все людей, которые оплатят, назову, когда буду чистить. Обязательно их имена назову и конкретно каждого отработаю, потом отдельно. Пожалуйста, если хотите, записывайтесь. Записываться лучше через Ватсап и писать заказ на общую чистку. А сегодня мы делаем такой расклад. Расклад у нас о них, о нем, как он вспоминает о вас, когда он пьяный, когда он не в адеквате. Когда он в каком-то шоке или когда он там в прицелном состоянии. Ну, в общем-то, когда он не в адеквате, когда он пьян. Давайте сначала мы посмотрим его, какое у него сейчас энергетическое состояние. Какое энергетическое состояние у этого человека сейчас. Загадывайте, смотрите на меня, слушайте меня. Мой голос лечит. Вивиена ясновидящая, гипноэзотерик. Пожалуйста, можете записываться на регрессивный гипноз. Можно посмотреть из прошлого, откуда ноги растут. Можно посмотреть будущее. И тоже сделать чистку через регрессию. Это очень, очень сильно выводятся все вот эти сущности. И волеизъявлениями убираем их туда, откуда они пришли и куда им надо идти. Давайте смотреть на этого человека. У этого человека что-то... Знаете, он хочет перемен, но перемены у него идут не в лучшую сторону. Он получил какое-то не очень хорошее известие. Возможно, кто-то ушел из этой жизни. И ему это очень... Ему становится страшно, что у него... Он хочет радости, хочет... Хочет веселиться, хочет быть как в детстве. Но... Ну, у него... Знаете, действительно, тут у многих, кто смотрит, человек или будет запивать чем-то Ц2Х5УАЖ, или, может быть, какие-нибудь колесики, или еще что-нибудь фу-фу. Может быть, даже ту же валерьянку. Только в таких вот флакончиках, в больших. Но здесь человек будет как-то пытаться уходить от реальности. Здесь у человека сейчас такое... Он хочет как в детстве, у него не получается. Сейчас что-то ему не очень хорошо. Вот вроде бы, понимаете... Вот вроде бы, как бы он еще считает, что все, он как бы... Вот он сам вышел. Он открыл все двери, он выпрыгнул как птичка. Все выпрыгнуто, выпрыгнуто. А серюкает он как невеличко. Что-то у него действительно... Ну-ка, почему? Ну, смотрим. Ну, что-то у него в доме, действительно в доме. У него все, что связано лично с ним, с его душой, с любовью. То ли он любить не умеет, то ли он любит так, для себя всегда любил. Ну, может быть, у человека разрыв каких-то соглашений, каких-то обязательств. Может быть, у кого-то развод. Ну, тут такое прям идет. Человеку очень фигово. Вот честно вам говорю, человеку фигово. Если даже вы о нем знаете, что... Ой, да у него там все прекрасно, у него 33 машины, 224 бобенки, и еще тарактенка. Это внешняя оболочка. Вы не знаете, что внутри. А внутри у него просто вообще ужас. Внутри у него вот оно. Вот оно внутри. Черное и темное. Это у него так. Если сходится, смотрите дальше. Потому что очень часто вы не знаете о том, что у человека. А потом оказывается, что... О, Вивьена сказала правду. Пожалуйста, на личную. Лично Вивьена делает очень серьезные и предсказания очень четкие. Потому что я работаю с потоком. Я работаю с хрониками Акаши. И даже делаю, когда ваши расклады обыкновенные общие, я подключаюсь к этому потоку и делаю расклады. Что он думает о вас? Что он думает о вас, когда он... Нет, не хочу эти карты. Что он думает о вас, когда он в неадеквате. Вот это для вас. Когда он не в адеквате. Что он думает о вас? Ой, ну он себя... Я... Я герой. Наина, я люблю тебя. Я герой. Знаете, он... Вот здесь действительно показуха. Он показывает всем, что он такой герой. Такой он вообще. Все он может. А на самом деле он еле уже тащит это все, что он на себя взвалил. Что он думает о вас? А почему он это так показывает, что никакая-никакая не сможет меня побороть? А о вас он думает, да, как о девичистой и прекрасной. Что он думает, когда он в неадеквате, в таком, в опьянении? Да, он знает, что вы женщина, которая очень прекрасна. И в то же время вы умеете держать себя. Вы уже такая женщина. Женщина, которая для семьи. Женщина, которая может четыре колышка вбить и сказать, сюда никто не подойдет. Ну да, то есть... Знаете, вы его так задели. Он живет, может быть, своей жизнью какой-то еще. Но когда он в таком состоянии, а к состоянию вот этой вот неадекватности, состоянии опьянения, это когда уже сам дьявол со своими демонами, со своими сущностями, бесами внутрь к нам вбирается. И это все они там шебуршатся, шевелятся. Что он думает? Ну что вы действительно его солнце. Солнце, радость. Что она о вас думает? Знаете, он очень злится. Вот знаете, такое у него ощущение, как это так, я ее в баранирок-то не свернул. Ну как так? Не получается. Что ж она такая? Ее строптивость-то никак нельзя было убрать. А с другой стороны, он думает о вас, что какая-то чистота. Но он действительно вас боится в том смысле, что вы для него неподступный орешек. Орешек, который не расколоть и не раскусить. Потому что он как закрыт. Вот понимаете? Он закрыт и не видит глазами то, что сверху. Сердце, радость, счастье. А он не видит. Ну, а он всем показывает, какой он. Ален Делон не пьет, а Деколон. Император на коне. Свинком, свинцом. Победы на щите. А на самом деле он пажик. На самом деле он еще с коленочками голыми. Так и не научился быть. Вот да. Он морально обесточен. Он морально бездушный. Не умеет он любить. Он любить умеет только физически. Он видит только физическое и как этим можно управлять и пользоваться. Но без вас ему очень тяжело. Знаете, ему без вас тяжело, как будто он на другой стороне реки Аида, реки Смерти. И он бы хотел открыть к вам опять дорогу, чтобы свет, свет струился. Потому что вы давали ему все. Вы давали ему энергию, монеты, деньги. Вы давали ему все. А он сопротивлялся. Он все показывал. Какой он хороший пердупанс. Пердупанс. А на самом деле вот именно пердупанс. И он сопротивлялся принять, принять. И Вселенная, она ему дала сначала какие-то благости. А сейчас без вас что она дает, эта Вселенная? А сейчас без вас просто полные, полные нехочуйки, полный блеф. И просто, ну он даже не видит, куда и как делать надо нормально. Ну и плюс еще, что он думает о вас. Кому-то он должен или денежный эквивалент, или моральный. И он понимает, что это надо как-то отдать, но он сам не пойдет кланяться. Вот он такой. Вот он не пойдет кланяться. Или будет считать, что, а зачем это надо? Я же тыркал-пыркал. Это что, не за просто так, что ли? Тут человек с характером таким. Да, он думает только о том, как бы хорошо было и замечательно его члену горцующему. Ну, то, что у него есть к вам чувства, это да. Но он выбирал, выбирал, чего-то довыбирался. И так и не вылез. Вот так и остался мальчиком в коротких штанишках с дыркой на боку. И все-таки вот чувства у него есть. Но он так с собой борется, чтобы это нигде не показать. Ну давайте просто прям вот запросто спросим, а любишь ли ты женщину, ну то есть человек, который смотрит, любишь ли ты? Ну я говорю, тут он любит так, как Мишка Северный. То есть он здесь показывает. Я мужик и все, вот так вот, любовь. А ты, баба, ты молчи. Но он, мы вот, его так научили, что надо так показывать. А на самом деле, если там в глубине, в глубине покопаться, поковыряться, нет, у него есть еще надежда и радость какая-то, но он не умеет. Он не умеет. Он не умеет. Если не получается по его, то он раз и садится на коня, тут корабль и куда-то уплывает, отходит. То есть ему надо так, чтобы ему подчинялись. Я мужик и все, я мужик и все, я мужик и все. И вот любовь у него именно такая. Раз я мужик, а ты, баба, выполняй так, как положено. А чувства-то все-таки есть. Вот так вот есть где-то там в глубине. Ну, он считает, что если я заключил с тобой какие-то отношения, если даже это брак или просто отношения, то все должен решать я. Как по-моему, так и будет по-моему. А если ты против, то значит все. И, да, и тогда точка. Ну, понимаете, он у него такой вот характер. К такому мужчине это надо или привыкнуть, приноровиться, но не каждый может, или просто поворачиваться, уходить, потому что такого невозможно исправить. Он только со своими убеждениями, по-другому он не будет. Но у него по-своему чувства, то есть он о вас думает. Без вас ему плохо. Он это понимает, но он это не показывает. Вот такой у нас был сегодня интересный расклад, что он думает о вас, когда он пьяный, когда он неадекватен. Вот что он думает о вас. Пишите в комментариях. Принимаю, приобретаю. Мира и добра и любви всем желаю. И заходите, пожалуйста, в Телеграм и смотрите чистку. Кому надо на чистку? Хотите на общую чистку, то пишите в WhatsApp заказ на общую чистку. Я напишу сумму. Здесь нельзя говорить никакие суммы, ни в каких соцсетях. Туда пишите, пожалуйста. Наберется несколько человек. Я сделаю опять чистку общую. И на экран. Но ваши имена. И с вами отдельно. Я буду работать отдельно. И это будет совсем не та сумма, которую беру я чисто лично, когда люди заказывают лично-лично. Всех благ, радости и счастья. Продолжение следует...